Дмитрий Горошенко Первый кружок здесь возник еще в 1854 году. Знаменитый астроном Карл Кнор его организовал. Дальше история развивалась. Были и кружки под руководством господина Юрийцына в 1890-х годах. Знаменитый матч Херсон-Николая в 1927 году, который мы до сих пор продолжаем. У нас эта традиция уже 90 лет между нашими близлежащими городами. Ну и последние 25 лет ознаменовались работой нашего замечательного областного шахматного клуба на Фалеевской, всем известного, известного всей стране. Вот 25 лет в этом году нашему шахматному клубу. Хороший юбилей. Да, в этом году четверть века будем праздновать. А по поводу результатов все-таки за вот этот период, тем более что 25-летие, может что-то еще планируется интересное? Ну, если говорить о спортивных результатах, то за 25 лет клубом подготовлено 5 международных гроссмейстеров. Известные шахматистки Кринар Аганян, Оксана Вазовик, гроссмейстер Зубов, Александр Бортник и Виталий Севук. До сих пор радует наших поклонников шахмат победами на международной арене. В этом году, в 2016 году Александр Бортник выиграл серию международных турниров в Юрмале, во Львове. Вот стал недавно седьмым в Европе по Блицу. Он известный Блицор. Виталий Севук выиграл буквально месяц назад в Турции очень представительный турнир с легендами шахмат. Там играли и Евгения Торы, и Суата Талик. В общем, стал победителем среди таких именитых гроссмейстеров. Поэтому спортивные результаты хорошие показывают наши воспитанники, в том числе и дети подрастающего поколения. Владислав Лархин был пятым на Европе в своем возрасте. Наши юные шахматисты и шахматистки регулярные участники финала Украины и призеры. Поэтому наша шахматная школа одна из лучших в стране. Мы можем по праву ей гордиться. А самым главным, наверное, итогом 2016 года все-таки стал не спортивный результат, а такой подарок от наших властей, от депутатского корпуса. Тут надо поблагодарить губернатора Алексея Савченко, Викторию Москаленко за то, что выделены 8 миллионов гривен на капитальный ремонт шахматного клуба. И теперь мы все в шахматной общественности с нетерпением ожидаем, что же как это будет, потому что такого масштабного ремонта еще не было. А когда планируются уже ремонтные работы и, соответственно, на период ремонтных работ, как будет работа клуба организована? Ремонтные работы планируются в этом году начать и закончить, так нам обещают. А на период, значит, конечно, придется съехать на период ремонтных работ. Я думаю, мы будем, это еще вопрос до конца не решен, но я думаю, мы будем вместе с управлением спорта как-то решать вопрос для того, чтобы наши шахматисты... Тренировочный процесс остановлен не будет, мы будем все равно заниматься. Друзей в шахмат много, поэтому нам найдут... Помогут. Помогут, да. Одним словом, все будет хорошо. Самое главное, что потом будет уже отремонтированное здание и, соответственно, с новым ремонтом будет приятнее работать и учиться. Ну, мы с нетерпением. По поводу воспитанников, с какого возраста у вас минимально можно заниматься и как вообще вступить в ваши ряды? Шахматы, знаете, покорны всем возрастам. И часто родители или люди, которые шахматами никогда не занимались, думали, что это очень сложно для маленьких детей. Напротив, значит, детки играют и с трех лет, и с четырех начинают играть. И чем раньше здесь, тем лучше. В областном шахматном клубе у нас принимают в шести лет. Вот как ребенок пришел в первый класс, то родители могут звонить и записываться в шахматный клуб. Я думаю, вы покажете сегодня телефоны. Есть у нас и открылась в этом году шахматная школа «Братьев Бортник». Там принимают с четырех лет. Поэтому чем раньше родители, я хотел бы обратиться к нашим родителям, чем раньше вы отдадите детей в шахматы, тем быстрее они постигнут игру. Для них это очень легко. Занимаются дети с маленького возраста. Я так понимаю, что обучение начинается с того, что просто изучают какие же фигуры. Что же это, да? Совершенно. Работа вот с таким возрастом, есть специальные тренера или особо ничем не отличается? То есть для всех одинаковые условия. Хороший вопрос. Вы знаете, детский тренер – это в некотором роде такая святая работа. Наверное, в любом виде спорта. Потому что, когда уже чемпион поднимается с медалью на педестал, то знают последнего тренера и вот этот чемпион. А до этого еще несколько тренеров работали. И детский тренер – это, наверное, самый главный тренер. В жизни любого спортсмена. Он прививает любовь к спорту и к шахматам особенно. Потому что для маленьких деток шахматы прежде всего – это игра. Интересный такой мир. С какими-то интересными фигурками. Фигурки ходят по своим каким-то правилам вот в этих вот 64-х летках. И только им поняли. Знаете, когда ребенок ощущает, что он разбирается в этом лучше, чем взрослый, конечно, для него это становится интереснее. Большое достижение, да. Да, совершенно верно. Ну и, конечно же, кроме телефонов, еще хотелось бы акцентировать внимание, где именно находитесь по адресу, чтобы можно было обратиться нашим зрителям. Ну, Фалеевская 1А – всем известный областной шахматный клуб. Колодезная 3А – это шахматная школа «Братьев Бортник». Кто живет в Октябрьском, то в центре социальных программ «Русал» можно записаться в шахматы. Мы стараемся развить шахматы во всех районах. Во всех районах, регионах. Это что касается Николаева, да. Есть у нас еще и центры, конечно же, и в Южноукраинске, и в Первомайске, надеемся, в этом году опять возобновить работу с помощью, опять же, местных властей шахматный кружок. Одним словом, шахматы живут и процветают. И это не может не радовать. Желаем еще новых побед. Ну и, конечно же, новых воспитанников. Друзья, приходите, записывайтесь, развивайте и качайте свой ум. Благодаря шахматам. Я еще раз нагадую, что у нас сегодня в гостях был вице-президент Федерации шахи Макалайской области Дмитрио Горощенко. Дякую вам за интересную разговору. Субтитры создавал DimaTorzok